МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я считаю, что на Курщине вы показали способность воевать. Друзья, доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Потеряли, а потом нашли. Власти Курской области не постеснялись признаться в том, что во время первых дней наступления ВСУ на территорию РФ потеряли полтысячи местных жителей. Речь ни в коем случае не идет о гибели этих людей, скорее об их хаотичной эвакуации. 500 жителей практически месяц числились пропавшими, а теперь все найдены. Где именно, не уточняется. Благодаря взаимодействию Российского Красного Креста правительства Курской области и силовиков найдено уже более 500 человек. Выражаю огромную благодарность всем волонтерам за самоотверженную работу. Со своей стороны мы будем продолжать оказывать всю необходимую помощь и поддержку. «Благодаря тому, что Украина контролирует российские территории, Киев теперь имеет козыри для будущих переговоров с Москвой». В этом уверен эстонский министр обороны Ханна Певкур. Он также считает, что это наступление показало истинную ситуацию в России и то, что она не настолько могущественная, как считают многие. «Я считаю, что на Курщине вы показали способность воевать. Украина доказала, что у вас есть живая сила и техника для того, чтобы при случае вернуть контроль на украинской земле и не только. Вы также показали, что Россия совсем не такая могущественная, как многие считают. Конечно, мы еще должны посмотреть на развитие событий, что будет происходить далее. Во время переговоров нужно иметь на руках хорошие карты, а чтобы иметь такие козыри, их надо завоевать. И это именно то, что делает Украина в Курской области». Певкур также при этом говорит, что Эстония не должна исключать возможного нападения России на его страну. В принципе, РФ до сих пор является угрозой для НАТО. В Таллине также говорят, что россияне понимают исключительно язык силы. Именно поэтому страны Балтии уделяют большое внимание своему военному потенциалу. Путин стремится к бессмертию, а его союзник требует от ученых раскрыть секреты вечной жизни. Именно над этим сейчас они и работают. По данным издания «Таймс», Министерство здравоохранения РФ поручило исследовательским институтам как можно скорее предоставить отчеты о работе по борьбе с когнитивными и сенсорными расстройствами, старением клеток и остеопорозом, а также по укреплению иммунной системы. Авторы издания пишут, что вопросами антистарения сейчас занимается давний друг Путина — Ковальчук. Он возглавляет Курчатовский институт и является одним из ключевых членов Российской Академии Наук. Кроме того, Ковальчук, как пишет издание, активно продвигает генетические исследования, в которых участвует, внимание, старшая дочь Путина Мария Воронцова. «Таймс» также пишет, что один из ученых назвал эти исследования цинизмом. Мол, молодежь погибает на фронте, а Путин ищет бессмертие. На протяжении многих лет ходят слухи, что Путин страдает болезнью Паркинсона или даже раком, но нет доказательств серьезных проблем со здоровьем. Несмотря на доступ к высококачественному медицинскому обслуживанию, сообщается, что Путин регулярно принимает ванны с экстрактом крови срезанных рогов сибирских оленей, который, как полагают, обладает омолаживающими свойствами и повышает мужскую силу. Сыновья Путина от гимнастки Алины Кабаевой, Владимир и Иван живут в строгой изоляции от мира, в резиденциях диктатора по всей России, а также находятся под постоянным присмотром Федеральной службы охраны. Об этом говорится в расследовании издания «Досье». Дети 2015 и 2019 года рождения обучаются на дому, их окружает целая свита из нянек, тренеров и гувернеров. После начала полномасштабного вторжения на работу предпочитают нанимать граждан Южноафриканской республики. Для спортивных занятий почти в каждой резиденции построен целый комплекс с залом для гимнастики и бассейном, уверяют авторы издания. Правда, спортивными достижениями дети пока похвастаться не могут. Кроме того, по данным «Досье», дети старательно изучают вражеские языки, английский и немецкий. Напомню, что буквально на днях Путин впервые открыто заговорил о членах своей семьи. Он признался, что они свободно владеют китайским. СМИ допускали, что речь могла идти о внуках Путина. Возникает потребность изучения языка друг друга. И в Китае, кстати говоря, тоже растет интерес к русскому языку. А у нас китайскому. Члены моей семьи, говорят уже маленькие, на китайском языке. Говорят, свободно. Россия собирается изменить ядерную доктрину, чтобы снова силой пугать Запад. Об этом пишет Atlantic Council. Авторы издания напоминают о том, что согласно нынешней ядерной доктрине, Кремль оставляет за собой право нажимать на ядерную кнопку лишь в ответ на ядерную атаку или тогда, когда под угрозу поставлено само существование России. Несмотря на то, что сейчас этих угроз нет, Путин и все его подчиненные постоянно пугали и пугают и Запад, и Украину ядерным оружием. Издания при этом уточняют, что несмотря на все угрозы, Украина смогла нанести существенный удар по Черноморскому флоту России, вернуть Херсон, который Россия уже считает своим по Конституции. Кроме того, войска Украины осуществили операцию в Курской области. Все эти события показали, что ядерные угрозы Путина – блеф. Теперь Москва хочет изменений. Пока не ясно, какую форму могут принять эти изменения, но можно с уверенностью предположить, что любые изменения снизят порог применения ядерного оружия и будут тщательно выверены, чтобы вновь ввести фактор страха и направить недвусмысленный сигнал о сдерживании союзникам Украины. Если западные лидеры, наконец, не дадут отпор этому ядерному шантажу и не продемонстрируют, что они больше не готовы к травле, последствия могут быть катастрофическими. Авторы издания говорят, что если Запад и дальше будет бояться этих угроз, то такой пример продемонстрирует его слабость и даст зеленый свет другим автократам. Мне на самом деле кажется, что все ситуации, которые мы наблюдаем, когда Россия, когда происходит, скажем так, любое некое военное обострение, когда вытягивает ядерную дубинку и начинает угрожать использованию ядерным оружием, мне кажется, что она это делает просто потому, что это влияет на Запад. То есть если бы на Запад это не влияло, то, наверное, Россия это не делала. Но Россия понимает, что в ряде западных стран и тех же Соединенных Штатов Америки есть значительная группа политиков, часть населения, которая все еще где-то имеет сохранившиеся стереотипы по холодной войне, по ядерному взаимоуничтожению и так далее. И поэтому, на самом деле, неудивительно, что и на Западе нет здесь никакого готового ответа. То есть страх перед ядерным оружием, он сохраняется, а какого-то готового ответа нет. Мне кажется, что по факту мы сейчас отчасти видим, что Украина пытается предложить Западу такой вариант, а именно показать, что на самом деле у России нет красных линий, о которых Россия говорит, и что сама Россия, как ядерное государство, она опасается использования ядерного оружия, понимая, что это может вызвать различные непредвиденные последствия для нее самой на международной арене. В Беларуси собираются создать список ученых, которым внимание будет позволено пользоваться интернетом на работе. Над таким перечнем активно работают в Национальной Академии Наук Беларуси, утверждает белорусский ученый-химик Сергей Бессараб. В своем телеграм-канале он опубликовал лишь часть документа под названием, далее цитата, «протокол поручений данных председателем Президиума Национальной Академии Наук Беларуси Гусаковым Владимиром». В документе, помимо списка тех, кому будет дано право выхода в интернет, говорится о необходимости проработать вопрос о лишении званий академиков и членов корреспондентов, постоянно проживающих за рубежом или и ведущих деятельность, направленную против Республики Беларусь и Академии Наук Беларуси. Это также была цитата. Лукашенко готовит себе преемника. В этом уверена большая часть аудитории нехта. В нашем телеграм-канале мы провели опросы, задали такой вопрос, кто станет следующим президентом Беларуси и предложили такие варианты. Представитель демократических сил Беларуси. Второй вариант. Лукашенко готовит преемника, например, одного из своих сыновей. Третий вариант. Москва поставит своего. Медведева, Патрушева или же Шойгу. Или же кого-то другого. Последний, четвертый вариант звучал так. Следующим президентом Беларуси станет новый политический лидер из белорусского народа. На момент записи выпуска больше всего голосов собрал второй вариант. Лукашенко готовит себе преемника. Чуть меньше голосов у варианта о том, что следующим президентом Беларуси станет тот человек, которого назначит Москва. А что вы думаете по этому поводу? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Мы тем временем задали вопрос политологу. Каким может быть финал Лукашенко? Мы пока живем в мире, где политики смертны. Они не могут бесконечно продолжать свое существование. И я думаю, что для Беларуси, для автокритической модели, которая выстроена Лукашенко Беларуси, действительно одним из ключевых вопросов сейчас – это вопрос преемственности власти. То есть уже очевидно, что Лукашенко вечно не сможет быть президентом. Из того, что я вижу, Лукашенко хочет сделать этот переход контролируемым. То есть он хочет операцию «Преемник», можно так назвать. Это попытка контролируемого перехода, передачи власти. Но я думаю, что на самом деле на Беларусь движется волна колоссальных политической турбулентности. Потому что, опять-таки, даже если мы возьмем российский фактор, тут всегда будет вопрос, а будет ли готова белорусская элита, те, кто имеет полномочия, ресурсы, согласиться с таким вариантом? То же самое касается, например, варианта, связанного с назначением сына, одной из сыновей Лукашенко. А будет ли готов белорусский народ и белорусская элита согласиться на, по сути, своеобразную монархию? Напомню, Лукашенко в последнее время все чаще и уже открыто жалуется на свое состояние здоровья и тяжелый график. Во время недавнего интервью внезапно признал, что не вечный и заявил, что белорусам надо быть готовыми к новому президенту в республике. Ранее команда «Нехта» рассказывала, что в прошлом году Лукашенко едва не умер после военного парада. Именно поэтому сейчас самопровозглашенного постоянно сопровождает целый штат высококвалифицированных мифов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора. Я напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране, и мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом, отправляйте свой донат или становитесь постоянным спонсором нашего канала. Также не забывайте пользоваться VPN, инструкция, пользование есть также в нашем описании. Ну а мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в наших телеграм-каналах или на платформе Икс. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова